Я чувствую скрип, который я люблю. Это уход, без которого я уже просто не представляю свою жизнь. Не трогать руками кожу головы. У некоторых перхоть ассоциируется со снежной зимой. Привет всем! И в этом видео мы поговорим о перхоти, о причинах появления и о том, как от нее избавиться. Давайте начинать! Боли на пальме. Боли на пальме. Вообще существует три основных причины появления перхоти. Первое. Это неправильная работа сальных желез, то есть появление сибореи. У некоторых людей могут возникнуть или чрезмерное выделение кожного сала, или его недостаточное выделение. Это может получиться из-за того, что нарушается обмен веществ, в пище превладает большое количество простых углеводов, или же при ослаблении иммунитета. Вторая причина. Это грибковое поражение кожи головы. На нашей голове живут такие грибки. Они называются малосезия. И их присутствие на коже головы совершенно нормально. Но если мы испытали какой-то стресс, или же у нас ослабл иммунитет, или же мы недоочистили кожу головы, то этот грибок активизируется. И его активизация приводит к таким неприятным последствиям, как зуд на коже головы, перхоть, покраснение на коже головы, дерматит, ломкость волос, их сухость. Все дело в том, что чешуйки на коже головы начинают ослаиваться очень быстро, примерно за 5-7 дней, а при норме месяц. Ну и вы сами представляете, там происходит такой хаос, все не успевают хорошо очищаться, и появляется перхоть. У некоторых перхоть ассоциируется со снежной зимой, поэтому ее можно так по приколу назвать. Третья причина появления снежной зимы на коже головы, это индивидуальная особенность человека. Сюда ходит генетическая предрасположенность к перхоти, болезнь Паркинсона, заболевание кожи, слабый иммунитет, неустойчивость к стрессам. Также перхоть может появиться из-за недостатков пищи цинка, жирных кислот и витаминов. Если же у вас действительно серьезная проблема на коже головы, сильная перхоть или, не дай бог, какой-то дерматит, то я советую обратиться к трихологу или к дерматологу, чтобы он вам выписал специальные средства. Но если же у вас просто иногда появляются чешуйки, небольшой зуд, то вы можете воспользоваться моими рекомендациями, которые я сейчас скажу. Я вам порекомендую 4 основных пункта, с которыми я избавилась от перхоти, и я думаю, вам это тоже поможет. Первое, это подобрать себе правильный уход за кожей головы. И я снимала на эту тему видео про свой внешний уход за волосами, посмотрите, вы там все увидите. Самое главное, это найти себе подходящий шампунь, который не будет раздражать вашу кожу головы. То есть это должен быть шампунь с качественными моющими основами. Например, у меня постоянно идет шелушение, отслаивание чешуек на шампуне из масс-маркета. Там шаума, гарнир и так далее. Вот, поэтому я сейчас использую корейский шампунь, мне он подходит, но он мне хорошо очищает кожу головы от кожного сала. И я чувствую скрип, который я люблю, и чувствую волосы чистыми, действительно. Второй момент, это уход, без которого я уже просто не представляю свою жизнь. Если я перестаю пользоваться этим средством, то через примерно месяц, при неправильном уходе, при отсутствии глубокой очистки, у меня появляются какие-то маленькие чешуйки на голове. Это пилинг для кожи головы. Вы уже, наверное, не раз слышали от меня об этом пилинге. Это пилинг от фирмы Sim Sensitive System 4. Вот, я его прикрепила, я снимала про него видео. Я вот наношу каждую неделю сама и всем рекомендую, правда, у кого есть какие-то небольшие проблемы с кожей головы, если чувствуете, что у вас зуд или перхоть, попробуйте, я думаю, вам тоже понравится. Если же вы сторонник натуральных средств в плане ухода за кожей головы, то, конечно, вы можете использовать маски из йогурта или из других молочных, кисломолочных продуктов. Они тоже обладают таким своеобразным свойством пилинга. Но все-таки мне больше нравятся покупные средства. Третий пункт, я советую вам наладить свое питание. Употребляя достаточно витаминов, белков и жирных кислот. Про питание я записывала отдельный ролик, поэтому посмотрите, сейчас мы на этом останавливаться не будем. И последний пункт, его кому-то легче, кому-то сложнее делать, мне, например, немножко сложно. Это не трогать руками кожу головы. Знаете, вот честно, у меня какая-то иногда бывает как зависимость. Я сижу, там смотрю какой-то фильм, только потом я понимаю, что у меня рука полностью в волосах, я их трогаю немытыми руками и, в общем, это не очень хорошо. Не трогайте, потому что мы просто заносим бактерии на кожу головы и она быстрее загрязняется. Также, мойте расчески, я мою свои расчески каждую неделю и очень этому рада. И последнее, меняйте чаще наволочки, то есть раз в две недели меняйте, ну или каждую неделю, как вам будет удобно. Спасибо вам за просмотр этого ролика, я думаю, он был для вас полезным. Пишите свои комментарии, пишите, есть ли у вас проблемы с перхотью. Также я советую вам посмотреть пилинг для кожи головы и посмотреть видео с моим внешним уходом для волос. Спасибо за внимание, пока и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok